Задержанного сегодня сенатор от Карачао-Черкесии Рафа Арашукова подозревают в причастности к убийству двух человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Убитые зам предмолодежного движения Карачао-Черкесии и советник президента республики. Кроме того, Арашуков может иметь отношение к другим преступлениям. Следователи считают, что он создал целое преступное сообщество. В Главном следственном управлении СКА России продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения АДГХС Карачао-Черкесской республики Жукова, убийства советника президента Карачао-Черкесской республики Шебзухова и других преступлений. В ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачао-Черкесской республики Рауфа Арашукова. По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Российской Федерации 30 января 2019 года Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и дачи согласия на его привлечение в качестве обвиняемого. Задержали сенатора прямо в ходе заседания. Он пытался покинуть зал, но его остановила Валентина Матвиенко, которая попросила Арашукова остаться. Подробности узнаем у Анны Лазаревой. Анна, приветствую еще раз. Как проходило задержание и как отреагировал сам задержанный? Здравствуйте, коллеги. Задержание было громким. В зал вошли Генеральный прокурор России Юрий Чайко, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин с заместителем, которые, собственно, и зачитали постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачао-Черкесии Рауфа Арашукова. При этом сам Арашуков пытался выйти из зала заседания. Он побежал вверх по лестнице, но его остановил голос Валентины Матвиенко, которая сказала, чтобы он вернулся на место и продолжил участвовать в заседании. Но после этого Юрий Чайко зачитал список предъявленных Арашукову обвинений. Их действительно очень много. Среди них упоминаются, в частности, заказные убийства, организации банды, и даже сообщается о дестабилизации обстановки в Карачао-Черкесии путем призыва к свержению власти. Несколько слов о самом Арашукове. Рауф Арашуков, сын крупного предпринимателя в газовой отрасли, В 2002 году он начал свой карьерный путь в органах муниципальной и региональной власти. В 2002 ему было всего 15 лет. Он становится депутатом городской думы Ставрополя. В 20 лет он уже министр труда и соцразвития Карачаевой Черкесии. Ну а в 31 год, в прошлом году, он стал самым молодым сенатором в Совете Федерации. Сейчас ему 32. Арашукова-старшего подозревают в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Он является советником гендиректора компании «Газпром Межлегионгаз». По версии следствия, хищение совершалось на протяжении нескольких лет. Ранее в рамках уголовного дела о задержании преступной группировки и убийствах задержали сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова. В рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаева-Черкесской республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов Российской Федерации. В рамках уголовного дела по фактам создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАО «Газпром», двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Карачаева-Черкесской республики Рауф Арашуков. 30 января Совет Федерации лишил Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Как полагает следствие, эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.